Гродно-93 – серебряный призер чемпионата Украины по баскетболе среди мужчинских команд высшей лиги. А вот Минск 16-й раз за пар стал чемпионом Беларуси. Гродинская команда уступила сопернику четвертым матчом золотой серии с розницей у девять очков – 81-90. Подробности у Татьяны Грышук. У двух стартовых матчах финальной серии, которые проходили в Минске, столичные баскетболисты были мацнейшими за гульцов Гродно-93 – 75-66 и 88-79. Однако третий гульни Улицкой Олимпии уступили у Авертайме – 88-91. После поражения меньшане серьезно настроились на лидерство у чемпионата Краины и не дали гродинским оппонентам шанса на перемогу. Четвертый матч, и он так само проходил у Лиде, завершился с ликом 81-90 на корысть Минска. Очень плохо провели первую половину, особенно в защите. Дали им разбежаться, забить легкие очки. Из-за этого, я думаю, проиграли. Очень много дали им свободы в начале. Самым результативным гульцом у финального матча у команды Гродно-93 стал Кирилл Ситник. И он набрал 23 очки. Алинов от таких высоких показчиков, на жаль, было недостатково для перемоги. Физически не хватило, считаю, нам сил. Эмоционально. Вроде было все хорошо. Играли, где-то пропустили. По какие-то моменты теряли. За счет этого вроде как бы по счету нормально. 20 очков проигрывали, потом начали доставать, сократили до 6. Ну, проиграли, да. Ну, как бы это игра, это баскетбол. У знагороду чемпиону и уладальнику «Сребра», а так само тренерам обе двоих командных дельниц «Золотой серы» уручил кераунник Гродинской в области Владимир Караник. А кроме кубков и медалёв, спортсмены отрымали прызы у специальных номинациях. У Гродно-93 был означенный, як лепший центровый, Никола Джуруч. Гродинские баскетболисты стали и сяребранными медалистами чемпионата Беларуси в другий раз «Запор». У минулом сезоне у «Золотой серы» дружина Дмитрия Кузьмина так само сустракалася с Минском. Правда, тады она тройче проиграла у финале.